Лучший автор мира коротких рассказов. Книжный обзор сборников Элис Манру. Когда вы смотрите на списки бестселлеров художественной литературы или прогуливаетесь по книжному магазину, вы, скорее всего, встретите именно романы. Сборники коротких рассказов отчего-то часто остаются незамеченными. Это на самом деле печально, ведь в коротких рассказах спрятаны тысячи жемчужин. От классических сказок до научной фантастики и даже до предысторий ваших любимых романов. Короткие рассказы о жанре в литературе, которые требуют особого мастерства и таланта автора. Порой, чтобы донести смысл и идею, достаточно 55 слов. Это невероятно мало, но этого бывает достаточно, чтобы задуматься над тем, что иногда нам кажется незначительным и маловажным. Короткий рассказ – это история одной жизни, одной трагедии и одной судьбы. Рассказы похожи на качественный сериал. Они могут представлять собой хорошую историю, которую можно легко поместить между ежедневными делами и чтением других книг. Это хороший шанс, чтобы посмотреть на многие вещи. Под другим углом вы можете анализировать задумки своих любимых авторов и при этом тратить на чтение всего 30 минут. Рассказы менее требовательны, чем романы. Вы прилагаете меньше усилий и тратите гораздо меньше времени на то, чтобы ознакомиться с главными героями и сюжетом. И вот уже 30 лет канадскую писательницу Элис Манро называет лучшим в мире автором коротких рассказов. Но к российскому читателю ее книги пришли только после того, как писательница получила в 2013 году Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым. И это сравнение не лишено оснований. Подобному русскому писателю она умеет рассказать историю так, что писатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя сдержанность, демократизм, правдивость, понимание тончайших оттенков. Женской психологии, способность вызывать душевные потрясения – вот главные приметы стиля великой писательницы. Так как Элис Манро – мастер коротких рассказов, и ее сборник «Беглянка» подтверждает это еще раз. Примечательно, что ее рассказы так глубоко погружают в жизнь героев, что время событий не имеет значения, ведь поднимаемые автором темы актуальны всегда. Каждый рассказ начинается описанием вполне обыденной ситуации. Кажется, что из нее вряд ли может выйти что-либо интересное. Но затем случается нечто такое, что уже не дает оторваться от чтения. Писательница не торопит события. Она медленно, шаг за шагом, слово за словом рассказывает историю. Именно это радует, поскольку позволяет прочувствовать все, что происходит с героями. В жизни людей иногда случаются удивительные вещи, иногда настолько печальные, что с трудом веришь, что такое возможно. Кажется, что ее герои действительно существуют, и пережили все то, что описано в рассказах. Порой главная мысль рассказа становится понятна лишь в конце, благодаря одной фразе, которую писательница дает как подсказку. Эта книга поведает о многих вопросах волнующих людей, затронет болезненные темы. Можно ли построить счастье на чужом горе? Как сделать верный выбор? Стоит ли верить в счастье? Нужно ли отгораживаться от людей, живя в своем собственном мирке? Возможно, то, что для тебя ничего не значит, другому человеку может спасти жизнь или погубить ее. Все это заставляет не только проникнуться интересам и сочувствиям героям, но и поработать над самим собой, задаваясь теми же вопросами. Каждый читатель может в ком-то из героев увидеть частичку самого себя. «Танец блаженных теней» произведет достойное впечатление на любителя данного жанра. В заключении раскрываются все загадки, тайные намеки, которые были умело расставлены на протяжении всей сюжетной линии. Чувствуется определенная особенность, попытка выйти за рамки основной идеи и внести ту неповторимость, благодаря которой появляется желание вернуться к прочитанному. Интригует именно та нить сюжета, которую хочется распутать, и именно она в конце становится действительностью, с неожиданным поворотом событий. На первый взгляд сочетание любви и дружбы кажется обыденным и приевшимся, но впоследствии приходишь к выводу очевидности выбранной проблематики. В тексте находим много комизмов, случающихся с персонажами, но эти насмешки веселые и безобидные, близкие к умилению, а не злорадству. Удачно выбранное время событий помогло автору углубиться в проблематику и поднять ряд жизненно важных вопросов, над которыми стоит задуматься благодаря живому и динамичному языку повествования. Все зрительные образы у читателя наполняются всей гаммой красок и звуков. Автор искусно наполняет текст деталями, используя в том числе описание быта, но благодаря отсутствию тяжеловесных описаний произведение читается на одном дыхании. Яркие пейзажи, необъятные горизонты и насыщенные цвета – все это усиливает глубину восприятия и будоражит воображение. Главный герой моментально вызывает одобрение и сочувствие. С легкостью начинаешь представлять себя на его месте и сопереживаешь вместе с ним. Слишком много счастья. Сборник рассказов писательницы состоит из десяти новелл, воплощающих, наверное, всю квинтэссенцию творчества Монро. В заглавном рассказе речь идет о великой Софье Ковалевской, первой в мире женщины-профессоре математики. Действие повести ограничено последними днями жизни Софьи. Рассказ перемежается со вступлениями, повествующими о более ранних событиях, отмечает писательница Луны Юпитера. В сборник вошли двенадцать рассказов, и их читаешь как исповедь и как наблюдение за жизнью, несмотря на различия истории и героев. В главных героинях примечаешь автора саму Монро. Здесь канадский провинциальный городок, в котором живет девочка со своими родителями и которой посещают ее четыре кузины. Четыре холостых дамы бальзаковского возраста вспоминают детство, утешаются общением, шутят и играют. А жизнь проходит где-то, так иногда кажется, хотя она вот в этом моменте встречи. В воспоминаниях о деде, который бежал из Англии в Канаду, в семейных байках и мечтах-надеждах. И девочка стала взрослой, и навестила уже пожилая кузина, а муж шарахается от этой простоватой громкой бабки. Ведь он посложнее скроен, и сердце разрывается от этой истории, хотя ведь ничего особого не происходит. Дороже самой жизни. В книге можно встретить любовь яркую, горячую, страстную, волнующую, а можно увидеть и уже угасающие чувства, только тлеющие углы остатков былой любви. Все перепады эмоций, переживания изображены тонко, правдиво, глубоко. Герои переживают потери, предательство, трагедии, учатся с этим жить. Сборник содержит 14 рассказов. В каком-то из них читатель сможет увидеть и себя. Каждая повесть заканчивается неожиданно, что вызывает желание подумать будущие персонажи. Автору удается замечательно изобразить героев совершенно разных возрастов, создать связь между ними и местом их проживания. Последние четыре повести имеют автобиографический характер. Они позволяют читателям увидеть особенности восприятия и мышления писательницы еще ярче. Умение Элис Манро сочувствовать своим персонажам, изобразить, казалось бы, самые простые ситуации, глубоко, эмоционально не может не восхищать. Ее творчеству свойственны великолепно сочетание простых ситуаций и сложных эмоций. Соломбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шеркина немного приоткрыла завесу тайны. Однако много всего еще остается неисследованным. Если вы находитесь в поисках короткого побега от реальности, не бойтесь новых перспектив. Пропустите эпизод сериала, который вы сейчас смотрите. И вместо видео про котиков почитайте рассказы Элис Манро. Продолжение следует... Продолжение следует...